Более 150 километров дорог. В Ульяновской области с успехом реализуется нацпроект «Безопасные качественные дороги». Свыше 80% работ уже выполнены. На 59 участках в регионе продолжается ремонт. Большой объем средств и посыл от федералов идет на развитие интеллектуальных транспортных систем в составе дорожной отрасли. Что касается нас, то мы в этом году введем дополнительно еще одну метеостанцию. Это уже второй объект, который будет работать на территории региона. И также планируем ввести в эксплуатацию три автоматических пункта весового контроля. На 40 транзитных участках в 35 селах установили освещение. Кроме того, федеральный центр дополнительно выделил региону 450 миллионов рублей на первый этап строительства двух объектов дорожной инфраструктуры в Ульяновск. Это мост через Виягу в 19 микрорайоне. Также на эти деньги реконструируют еще один мост через Виягу, но уже на улице Минаева. Там дополнительно сделают транспортную развязку для проезда на Хлебозаводскую. По срокам строительства это три года, 22-23 год ориентировочно. Вот в течение ближайших трех лет мы планируем реализовать вот эти вот крупные инфраструктурные объекты, которые мы видим, что непосредственно связаны с развитием крупных жилых микрорайонов. В областном центре под программу нацпроекта в этом году попали 20 участков дорог. На 18 из них уже уложен верхний слой асфальта. Два участка проблемных. Так, ремонт на улице Академика Павлова задерживают из-за расширения дороги для большегрузов. Улицу Ленина планировали открыть летом. Однако, как заверяет подрядчик, во время ремонта появился дополнительный фронт работы. Все кабели, которые находились на опорах освещения, пришлось уложить вдоль траншеи у борткамня. Сам борткамень также заменили. Но главной инновацией и изюминкой улицы Ленина станут венские остановки. Это приподнятые посадочные платформы. Для того, чтобы пассажирам было удобно заходить в трамвай, асфальт возле остановки приподнимут. Подобные платформы есть только в Москве. Также запланированы, опять-таки, доп. работы по замене брусчатки. Из-за того, что по истечению времени имеется ряд участков, где она просела и неудобно ходить с пешеходом. Но данные виды работы будут выполнены до конца октября. Поэтому еще раз приношу извинения. Также на всей улице заменят старое освещение на новое. И дополнительно установят ограждающие столбики. Полностью ремонт на одной из центральных городских магистралей закончат к 15 октября. Тот негатив, который, наверное, испытывают люди, мы делаем хорошо и надолго. Чем прорвет канализацию, на следующий год придут, раскопают, и все скажут, что новую дорогу раскопают. Лучше это сделать один раз и сразу, немножко подождать. В Ульяновске также строят новую автомобильную дорогу на улице Маслова за Свяжском районе. Участок протяженностью в один километр полностью разобрали. Здесь демонтировали основание дороги, заасфальтировали две оси. На финальной стадии устройство водонапорной канализации. Возле дороги установят фонари и сделают тротуары, чего раньше здесь не было. Полностью ремонт на Маслова завершат в конце ноября. Были, конечно, сложности, потому что тут дорога очень, так сказать, коммуникациями обеспечена. По всей дороге они проходят. Это, так сказать, у нас и тормозило процесс. Скорость мы увеличиваем, чтобы, так сказать, уложиться в конце ноября. Но, в принципе, это пока можем сделать. Нацпроект безопасной и качественной дороги также предполагает и усовершенствование технологии укладки асфальта. Сейчас на дорогах применяется метод холодной регенерации и новые, более жесткие асфальтобетонные смеси. Ринат Алиулова, Данил Сурков, Улправда ТВ.